Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студию ведущий Пётр Горохов. И сегодня в преддверии лета гость нашей программы – начальник отдела по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России Одинцовская, подполковник полиции Юлия Ивановна Анисимова. Давайте мы поговорим в первую очередь, конечно, о том, какие итоги сейчас, с какими итогами мы завершаем начальный этап года, и, конечно, о предстоящем лете, о том, как вы планируете работу своего подразделения в этот период. Ну, а начнем все-таки с итогов. Насколько я понимаю, итоги подводятся с определенной задержкой. И сейчас мы поговорим о каком периоде? О первых нескольких месяцах. Какой это период? Какой сейчас можно подвести итог? За какие месяцы? Петр, мы подведем итоги работы всех подразделений по линии несовершеннолетних за 4 месяца этого года. По основным направлениям, по административной практике, по уголовным правонарушениям. Что можно сказать? Что наши дети успели натворить? Что касается подростковой преступности, за 4 месяца недопущено роста подростковой преступности. Закончено расследование 13 преступлений, которые совершили 12 несовершеннолетних. Снижение незначительное, потому что в 2015 году за 4 месяца подростками было совершено 14 преступлений. Совершено одно особо тяжкое преступление, два тяжких, восемь преступлений средней тяжести и два преступления небольшой тяжести. Это в основном кражи имущества, 158 и первой части. Как я уже говорила, в 13 преступлениях, которые подростки совершили, принимало участие 12 несовершеннолетних. Пять из них являются учащимися школ, и одни совершили семь преступлений. Из этих пяти учащихся школ трое подростков обучались в школах нашего района. И они совершили четыре преступления. Также был совершен ряд преступлений подростками, которые не являются жителями нашего района. Таких подростков четверо было, и они совершили пять преступлений. Ну и также четыре преступления совершили шесть несовершеннолетних, которые нигде не учились и не работали на момент совершения преступлений. Если говорить о наиболее тяжких и наиболее легких, так скажем, преступлениях, Да, вот вы сказали, одно особо тяжкое, если можно, просто что это за преступление? Может быть без подробностей, поскольку речь идет все-таки о несовершеннолетних, и о менее тяжких. Да, это преступление совершил житель нашего района, но это город Звенигорода, не Одинцовского района, а городского округа Звенигорода. Совершил он в статье, преступление предусмотрено статьей 111, часть 4, Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. То есть избил кого-то до смерти? Да. Если проще выражаясь. А что касается преступлений самых легких, это что у нас к ним относится? Это кража имущества, 158 статья, часть 1, Уголовного кодекса Российской Федерации. Юлия Ивановна, мы с вами традиционно отдельно останавливаемся на групповой подростковой преступности. Были ли среди вот тех 12 молодых людей, о которых вы говорили, которые совершили вот те 13 преступлений, были ли среди них группы, которые совершали преступления? Да, из 13 преступлений, которые подростки совершили, 7 были совершены в группе, что составило 54% от количества преступлений, совершенных подростками. Ну, по сравнению с тем годом снижение идет групповой преступности, но они имеют место, к сожалению, и часть из этих подростков даже стали на учете у всех субъектов профилактики. Ну, я думаю, здесь сыграло роль отсутствие занятости несовершеннолетних, досуговой занятости, нежелание их заниматься чем-либо полезным, ну и отсутствие контроля со стороны родителей. Вообще, можно ли говорить о том, что совершение групповых преступлений свойственны во многом именно подросткам, да, вот такой, ну, скажем, групповой, ну, может, не групповой, а как это, стайный инстинкт, да, то есть подростки же, они всегда склонны к тому, чтобы сбиваться в группы, тут же вступает определенное, кто-то кого-то берет на слабо, да, и вот, может быть, там, где один бы человек, отдельный подросток не совершил преступление в группе, вот так как-то получилось, да? Да, так оно в основном получается, что один подросток хочет выделиться среди остальных, один не может решиться на преступление, подбивает своих друзей, и они, вот, идут, совершают преступление. Если говорить о видах преступлений, которые вызывают у вас наибольшую обеспокоенность и, ну, может быть, наибольшее распространение имеют, да, вот сейчас тем более теплый период времени, вот, о каких видах преступлений вы бы хотели упомянуть в связи с вот их распространенностью? В последнее время большую распространенность имеет такой вид преступления, как кража, в том числе и, которые групповые совершаются, несовершеннолетние преступления, кража велосипедов из подъездов. Владельцы велосипедов, ну, не знаю, надеются на то, что в отношении них данное преступление не совершится, и выставляют, не забирают домой, в гараже не прячут велосипеды, ну, выставляют на всеобщее обозрение, то есть, очень легко совершить данное преступление. Велосипеды, причем, стоят не дешево, не до 10 тысяч. Ну, на каких суммах идет речь, сколько, примерно, может стоить велосипеды? Велосипеды несовершеннолетних, поэтому хотел бы обратиться к владельцам таких велосипедов, чтобы не думали, что с ними это не случится. Они вообще берут покататься или перепродать, или... Кто-то берет и себе покататься... Это угон или кража? Это кража имущества, квалифицируется, да, как кража имущества. 158-я статья, часть 2-я. Но все-таки покататься или с целью извлечения потом выгоды перепродажа? Кто как, кто перепродает. То есть... Кто-то катается, да, кому-то велосипеда не хватает в личном пользовании, а кто-то ворует, чтобы в дальнейшем продать и получить от этого денежные средства, потратить на свои нужды. Ну вот вы еще упоминали распространенный вид преступления, это кража. Я так понимаю, что кражи во многом тоже провоцируются, во-первых, праздностью определенной во время каникул, когда у молодого человека есть возможность там куда-то поехать, да. И я так понимаю, что все-таки в первую очередь это бич крупных торговых центров. Да, вот последние буквально 2 месяца у нас очень много преступлений зарегистрировано в торговом центре Ашан. Подростки без родителей, безназорно, безназорные идут в торговые центры и воруют всякую мелочь. А что они тащат? От продуктов питания, от всякой мелочи, иногда даже до спиртных напитков. Был такой у нас случай, что подростки пластиковую тару переливали коньяк. А семьи, в которых они растут, да, они как, обеспеченные или они, может, там недоедают, или это, ну, как? Встречаются и малобеспеченные семьи, а встречаются вполне обеспеченные и семьи, но чуть и не состоящие. Просто подростки друг перед другом бравируют, что слабо друг друга берут, я смогу это сделать. И сколько такая бравада может ему, во что обойтись подростку в плане штрафа на родителей наложенного или, может быть, даже условного срока заключения? От штрафа до условного срока. В любом случае, в отношении несовершеннолетних, если не достигает возраста уголовной ответственности, они будут подвержены уголовному наказанию. То есть, в любом случае, будет суд и будет приговор суда. И у подростка уже по всем базам будет числиться судимость, независимо от меры наказания, которые будут избраны судом. И что касается рецидивной подростковой преступности, как часто совершаются именно повторные преступления детьми и подростками? Ну, рецидивная преступность, она считается тогда, когда подросток, уже имевший судимость, совершает повторные преступления. А уже какой год у нас, слава богу, не допущено рецидивной подростковой преступности. Но, однако, среди 12 несовершеннолетних, как я уже говорила, были подростки, которые состояли на учете в ОДН и других субъектов профилактики и совершили преступление, к сожалению. Ну, то есть, это считается не рецидивной преступностью, оно все равно, это более серьезный случай, чем когда подросток первый раз попадает в поле зрения правоохранительных. Получается, что вот у нас у всех не получилось его спрофилактировать, и он не стал на путь исправления и совершил преступление. А вообще, Юлия Ивановна, вот вы сказали о том, что среди подростков, совершивших преступление, есть как жители нашего района, так и жители не нашего района. Вот понятно, что за жителей нашего района вы отвечаете, так сказать, напрямую. А если преступление совершает приезжий подросток, вам эта статистику портит или не портит? Конечно, в общей численности портит, потому что преступление совершено несовершеннолетним на территории Одинцовского района. Но в любом случае, если подросток у нас не проживает, мы в кратчайшие сроки направляем спецсообщение по его месту жительства о том, что подросток у нас на территории совершил преступление. И он не остается безнаказанным. И с момента получения тем территориальным органом, где подросток проживает, нашего спецсообщения, с ним начинается проведение профилактической работы. То есть данные дети без внимания никогда не останутся. Как со стороны и полиции, так и со стороны всех субъектов профилактики. Юлия Ивановна, здесь вот еще такой момент есть. Я же не думаю, что подростки, которые совершают те или иные преступления, правонарушения, делают это с согласия или с одобрения родителей. То есть это делается без ведома родителей, ну, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев. На что родителям обратить внимание в поведение, может быть, несовершеннолетнего своего чада, что его должно насторожить. И может свидетельствовать о том, что подросток в свободное от пребывания, от учебы и от домашних дел время занимается чем-то не очень хорошим и противоправным, может быть, даже. Ну, как я всегда и говорила, и в этот раз начинается все с изменения поведения подростка. Как правило, дети начинают прогуливать занятия в школе. Поэтому родителям необходимо постоянно все-таки интересоваться, бывает ли на всех уроках несовершеннолетний. Потому что со школы в полицию сообщения поступают, когда подросток имеет уже достаточное количество пропусков занятий без уважительной причины. И только тогда начинает образование бить в колокола. Но иногда это бывает поздно. Поэтому, в первую очередь, родителям самим необходимо обратить внимание на и успеваемость ребенка, и на частоту посещения образовательного учреждения, чтобы вообще не было пропусков без уважительной причины. На изменение в поведении, на изменение круга общения. В любом случае, родители всегда должны знать, где находится ребенок, с кем он общается, вообще чем дышит. Если вы видите, что кардинально произошли изменения в его поведении, что не в ту сторону он пошел, то, я думаю, что стоит уже озадачиться этим и предпринимать какие-то меры. Сначала как родителю. Хотя бы просто поговорить с ребенком, выяснить причины. Если ребенок не идет на контакт, в каждом образовательном учреждении есть психолог, который может поработать и как с ребенком, так и с семьей в целом. Если школы недостаточно, психологов в школе, у нас есть центр консультирования диагностики в районе, который также всегда придет на помощь. Ну и, соответственно, и другие субъекты профилактики, которые могут на ранней стадии спрофилактировать со стороны подростка какое-либо более тяжкое правонарушение, если оно еще не совершалось несовершеннолетним, либо преступлением. Ну, я вообще думаю, что ваш телефон, ваш адрес вашего подразделения тоже не секрет, уж как на крайний случай, да? Я думаю, что не откажете в консультации и вы, если позвонит беспокойный, взволнованный родитель. Нет, конечно. Люди звонят нам, естественно, мы оказываем им консультативную помощь и практическую. Что касается летнего периода времени, я знаю, что у вас обычно большое... Вы основательно к нему готовитесь, большое количество мероприятий, направленных на профилактику подростковых правонарушений и преступлений планируете. Вот на это лето, что вы для себя, какие задачи поставили? Первая очередная задача – это организовать досуг в период летних каникул те, кто стоит на учете у всех органов, субъектов профилактики. На сегодняшний день в отделе по делам несовершеннолетних Одинцовского района стоит 435 подростков. Мы по максимуму вместе с другими субъектами профилактики, с управлением по делам несовершеннолетних, с соцзащитой, с управлением образованием, по максимуму сейчас охватываем всю группу риска детей, занимаем их в летний период. Это и как предоставление путевок в различные лагеря, детские лагеря оздоровительные, Подмосковье. Также выделяются путевки и на южные, на побережье Черного моря, и в Крым тоже в том числе. Также созданы ремонтные рабочие бригады, и в том числе и с оплатой детского труда, куда также наши дети могут устроиться, и в летний период они будут заняты полезным делом, еще и денежку за это получат. А что касается целевых профилактических операций, будут ли они проводиться? Потому что я знаю, что и многоэтапные операции проводились в предыдущие годы. Этот год не будет тоже исключением? Нет, исключения, конечно, не будет. Будет проведено межведомственное комплексное профилактическое мероприятие под условным наименованием «Подросток-2016», которое также пройдет в пять этапов традиционно. А в данном мероприятии также примут участие все субъекты профилактики, в том числе и правоохранительные органы. Вы сказали о том, что одно из направлений профилактической деятельности – это трудовая занятость. То есть это дать какое-то дело в руки отрокам, и еще, может быть, и деньги они за это заработают. Вообще, насколько велик охват вот такой трудовой занятостью наших подростков, потому что я думаю, что не только трудные подростки, но это было бы полезным и для тех подростков, которые не являются, не входят в категорию трудных. Вот масштаб охвата трудовой занятости у подростков в летний период, он у вас как профессионала, как человека, который занимается этими вопросами, он вас удовлетворяет или здесь надо двигаться дальше? Ну, я думаю, что то количество, которое рабочих мест в ремонтных бригадах предоставляет управление образованием и центры занятости населения вполне достаточен. И он совпадает именно с тем количеством детей, которые изъявляют желание принять участие в данных ремонтных бригадах. То есть нет такого, что там очередь из детей, желающих поработать, а вот устроить их некуда. То есть такой ситуации нет, да? Нет. Дело в том, что у нас еще и работает центр занятости населения, куда подросток также может прийти, и ему будут в соответствии с его возрастом, если он может в этом возрасте осуществлять трудовую деятельность, ему могут быть предложены рабочие места в различных организациях. Ну, как правило, это в сфере ЖКХ. Как обстоят дела с привлечением к ответственности лиц, вовлекающих подростков в употребление спиртного, и, соответственно, очень часто это идет рука об руку, в противоправную деятельность? Здесь какие успехи достигнуты? Ну, на сегодняшний день у нас за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и токсических веществ более 10 человек, взрослых лиц, привлечено к административной ответственности по статье 6.10 Кодекса об административных правонарушениях. Данный материал направляется на комиссию по делам несовершеннолетних, где на этих взрослых лиц накладываются штрафы, и штрафы там немаленькие. Также при наличии системы вовлечения несовершеннолетнего взрослым в употребление спиртных напитков решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 151 Уголовного кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день у нас расследовано одно такое преступление. Если говорить о вовлечении в преступную деятельность, то таких преступлений на сегодняшний день у нас раскрыто двое. Это когда взрослые в группе с несовершеннолетними совершают преступление. А что за преступление, если не секрет? Это те же кражи. То есть взрослый заставляет несовершеннолетнего? Да, обещает выгоду какую-то, говорит, что вот ты же несовершеннолетний, тебе за это ничего не будет, вот давай пойдем со мной, вот ты мне поможешь. Вот при наличии в деянии взрослого состава преступления возбуждается уголовное дело по статье 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как я уже говорила, два таких преступления расследованы, и лица понесли наказание. Юлия Ивановна, ну и традиционно ваш один из самых важных вопросов – это нарушение правил продажи алкогольной продукции, табачных изделий несовершеннолетним. Как сейчас обстоит с этим дело? Много ли таких случаев в этом году зафиксировано? И, если можно, динамику увеличивается, снижается число таких правонарушений, а при повторной продаже это правонарушение становится уже и преступлением. В этом году инспекторами ОДН вместе с участковыми проведены мероприятия на потребительском рынке. В ходе данных мероприятий к административной ответственности за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним привлечено 83 продавца. Также привлекались к ответственности и индивидуальные предприниматели, хозяева торговых объектов, и в том числе юридические лица. Если смотреть на динамику по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что закон этот действует уже не один год, к сожалению, тенденции к уменьшению данного вида правонарушений нет. У нас идет, наоборот, увеличение фактов, выявленных подобных. Как я сказала, 83 в 2015 году за 4 месяца 66 таких фактов было выявлено. То есть почти на треть выросло количество выявленных случаев? Абсолютно верно. И что касается неоднократной розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, это статья 151, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, таких фактов у нас на сегодняшний день выявлено 8 уже. В том году их было выявлено 5. Опять-таки, тенденция к увеличению. И причем достаточно серьезная. Да. Ну и что можно сказать, и хотелось бы, чтобы Вы напомнили еще раз все-таки меры ответственности при повторной особенно продаже, насколько такой продавец может, ну, в кавычках, загреметь? Чем это ему может грозить, когда дело уже идет об уголовной ответственности? Если раньше 151 статья прим. 1 возбуждалась, когда продавец осуществлял продажу повторной раз несовершеннолетнему в течение полугода, с момента первого привлечения к административной ответственности, то теперь у нас идет срок действия административного наказания. Это год. То есть, если в течение года продавец повторно продает несовершеннолетнему алкоголь, этот факт выявляется сотрудниками правоохранительных органов, мы возбуждаем уголовное дело по статье 151 прим. 1. И, соответственно, это влечет в уголовную ответственность. А срок какой можно получить за это? Вы так сейчас на вскидку не вспомните? Там и штрафы есть, и сроки. В основном, конечно, это штрафы. Штрафы и не маленькие. Ну, сами подумайте, если штраф за административное правонарушение на гражданина, на физическое лицо от 30 до 50 тысяч, а на юрлицо и организацию от 100 тысяч и выше, то какие штрафы при привлечении уже к уголовной ответственности? Достаточно высокие. Поэтому, я думаю, что... Не стоит. Не стоит. Надо 10 раз проверить, да, прежде чем... Если даже продавец сомневается в возрасте несовершеннолетнего, он обязан, он имеет право спросить документ удостоверяющий лично, удостоверяющий возраст человека, которому он осуществляет продажу алкогольной продукции. А вот смотрите, ведь, в принципе, не каждый служащий имеет право требовать документы, да, для того, чтобы удостовериться в возрасте. Как вот в этой ситуации быть? Обязан ли покупатель предъявить по требованию документ удостоверяющий лично? Он не обязан, но если продавец не получает документ удостоверяющий личность, а он имеет право спросить этот документ, то он, если он сомневается в возрасте, он и может не осуществить продажу. То есть, в принципе, все козыри на стороне продавца. Да, у продавца, но, к сожалению, факты имеют место продажа алкоголя и табачных изделий несовершеннолетних. Еще одна достаточно серьезная проблема, которая, к сожалению, тоже все чаще и чаще всплывает и на федеральном уровне. Это распространение в молодежной среде экстремистской и националистической. Идеология идет это и через сети интернет, и через соответствующую литературу. Вот что можно сказать об этом? Часто ли вы сталкиваетесь сейчас в своей работе с такими проявлениями? И насколько жестко на них реагируете? Ну, если говорить о профилактической работе среди несовершеннолетних по профилактике неформальных молодежных объединений, на сегодняшний день на учете ВДН в режиме учетно-профилактических карточек, учетно-профилактических дел состоит 56 несовершеннолетних, которые являются приверженцами тех или иных неформальных молодежных объединений. Основная, конечно, масса из них, это 48 человек, они являются болельщиками различных футбольных клубов. А также среди данной категории имеются и зацеперы, и граффитисты. В апреле месяце на территории района мы проводили оперативно-профилактическую операцию неформал, в ходе которой также были выявлены и поставлены на учет подростки, которые считают себя приверженцами различных неформальных молодежных объединений. И, как я говорила, уже основная масса – это футбольные фанаты. Что говорить о более таких радикальных движениях? Среди данных подростков, если они попадаются, это единицы, конечно, но к работе с ними мы подключаем, соответственно, уже и сотрудников уголовного розыска, и сотрудников ФСБ. Юлия Ивановна, ну, в принципе, то, что касается Ваших планов работы на лето, более-менее понятно. Ну, и вообще, если вот планы работы на ближайшее время и до конца года взять, на чем Вы будете ориентировать в основном, в первую очередь, сотрудников своего подразделения? Ну, цель у нас всегда одна – это профилактика подростковой преступности и совершение со стороны подростков рецидивной преступности, о которой мы говорили. Упор будет в основном на это, и чтобы в данной работе принимали участие не только сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, но еще сотрудники других служб и субъекты профилактики также вместе с нами шли в одну ногу. Основной упор тоже на профилактику подростковой наркомании. Опять-таки, будем работать на потребительском рынке с целью выявления фактов розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Также будет особое внимание обращено на продажу несовершеннолетним в ларьках, где реализуется табачная продукция, на свая и снюсов, которые в обороте запрещены несовершеннолетним, данная продукция запрещена в продажу. Будут проведены также рейдовые мероприятия именно по выявлению таких фактов. Также профилактика молодежных объединений, чтобы подростки не группировались, не совершали преступления в группах и правонарушениях. То есть групповая преступность, профилактика групповой преступности тоже среди основных приоритетов. Да, ну и в том числе профилактическая работа в образовательных учреждениях с начала нового учебного года. И, как правило, новый учебный год 2016-2017 начнется у нас как раз с отработки тех, кто стоит на учете, с семей, с детей, чтобы у нас не было таких детей, которые не приступят с начала года к занятиям образовательных учреждений. Ну что ж, Юлия Ивановна, желаю со своей стороны вам всяческих успехов, и вам, и сотрудникам, в первую очередь сотрудницам вашего подразделения. Впереди у вас нелегкий, жаркий и в прямом, и в переносном смысле период. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо вам. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи была начальник отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России Одинцовская, подполковник полиции Юлия Ивановна Анисимова. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»